итак те же самые настройки у меня толрепы выкручены повторюсь еще раз здесь добавил 5 сантиметров здесь добавил 10 сантиметров для более таких тонких регулировок вот перестал рычаги на низ также нацепил мата блок это так это чисто проверить проверить все тоже самое на за край рычага и начинаем тащить смотрим было 19 стало 11 еще разок смотрим не вижу даже меньше 10 200 вам это блок отрывался от земли висит висит всего на все но на отпускание понятно что меньше шесть с половиной где-то на подъем но кого десятки то есть представляете да насколько стала легкая навеска то есть 100 килограмм на хвосте мужики вот так берем вот одним пальцем и выжимаем соточку я думаю у каждого так навеска работает все это при правильных настройках навески а их я повторюсь 648 в данном сей в данной ситуации то нужную настройку для работы с фрезой поцепить мотоблок как бы абсолютно легко и просто кому интересно мужики смотрите более подробно обо всем рассказал ничего я думаю не забыл прямо как есть показывал рассказывал видос конечно получился приличный почти не знаю там полчаса или 40 минут но кому надо просто повторять и у вас все получится никаких сложностей не никаких проблем там я думаю так ладно погнали смотреть кому интересно привет youtube привет подписчики и гости моего канала в этом видео будем делать навеску для малыша такую же универсальную съемную и многофункциональную очень мне нравится она будет немножко может визуально отличаться там вот эта стойка будет покороче ввиду того что здесь крюка уже нет здесь не нужен мне на правой руке будет и скорее всего не знаю либо буду делать с правой стороны под рычаг либо просто сделаю с левой это не столь важно потому что у меня он стоит на на левой стороне рычаг когда копаешь пашешь всегда смотришь через правое плечо на пахоту и чтобы в лоб не прилетела у меня рычаг стоит с левой стороны в общем есть некоторые заготовки уже сделал сейчас пройдемся по размерчикам в принципе дальше уже буду рассказывать почему я делаю так и для чего я делаю именно так в общем смотрите по размерам уголок у меня 60 или 65 как там правильно говорится да по внутрянке вроде как 60 по наружу вроде как 65 толщина стенки 5 миллиметров это тот волок который привез металлоприемки вот значит длина здесь 50 сантиметров другая сторона где будет фиксироваться крюк стоять 60 сантиметров сделал не стал я одинаковым делать утяжелять лишний раз тоже поднимать ее ставить снимать в общем как то так смотрите рама станина вот это да который будет цепляться здесь и вот такие вот срезал немножко по диагонали потому что у меня здесь стоят эти вещи чтобы они не упирались но здесь проходит вот здесь вот как раз таки не стал их обрезать как есть уже подогнал сварил выставил здесь зазорчик нужный который чтоб он в раму не упирался именно только вот тут длина швеллера швеллер это 14 такой же как на франкенштейне 14 швеллер такой же здесь вот из двух уголков сваренный размер 14 поэтому подходит сюда вот значит пластина тоже 6 миллиметров сначала просверлил поставил шплинт и прихватил струбцинами выставил зазоры одинаковые потом только прихватил соответственно потом снизу тоже отдел эти пластины струбцинами прижал и прихватил всего теперь это все дело ровненько стоит уровень как она в принципе у меня и было так теперь теперь волки раньше у меня стояли вот таким образом покажу были приварены вот так то есть уходили ближе к раме становились становились ближе к раме и сидение у меня упиралась в уголки приходилось мне их срезать ему так на по диагонали и все равно сидение вот они точки от краски упиралась в уголки поэтому в этот раз учитывая вот этот косичок которая где сидение упирается когда навеской работаешь что-то там тянешь и в спину тебе постоянно что-то там тычет ближе подвинуть неудобно сидеть поэтому в этот раз я буду вот таким образом отдалять этот момент ставить дальше то есть приварю немножко по-другому их снаружи швеллера тем самым на вот эти пять сантиметров навеска отдалиться я думаю будет все отлично так что теперь теперь сейчас как просверливался этого рассказывать не надо никому выставляется прихватывается сваркой все вам ровненько поставили по низу как надо я рассказываю кому интересно сделать на функциональную навеску так чтобы она работала с любыми орудиями поэтому кому не интересно мужики привет прихватил сваркой здесь и с этой стороны вот ну и соответственно потом уже все это дело разметил обязательно три положения делаю обязательно чтобы нижний рычаг можно было еще и поднимать этот вот это нижнее отверстие это на уровне моста дальше есть разные у меня там орудия мы еще их будем наблюдать вот это сейчас буду сюда делать конусные из гаек конусы буду делать так чтоб шаровый зажимался гайку нагревать нужного калибра которые 1 греб на металлоломе где-то у меня здесь они валяются вот шаровый зажимался забрал не знаю она не она примерно примерно она вот она здесь доходит до резьбы да а дальше не идет в общем гайку буду нагревать и кувалдой придавать и конус а потом просто приварю и все никаких проблем этого будет достаточно таких старых гаек и новые там есть я набрал на металлоломе достаточно так что еще в принципе в принципе расстояние сейчас сварю покажу замерю как какое получилось так обварил я значит с двух сторон проварил уголки к швеллеру вот теперь сейчас буду делать и конусы сюда 6 конусов пока сделаю хотя их на рабочий на понадобится пока 6 ничего страшно может сразу их на делаю с десяточек принцип какой резаком нагреть гайку засадить туда шар конус до шарового точнее и всю на раздаст потом только обваривай как говорится до свидос в общем покажу сейчас одну гайку остальное уже поснимать не буду еще такую сделал штуку приварил кусок арматуры к шаровому и отрезал резьбу то есть вот при самой самой резьбу отрезал чтобы дальше гайку не раздавать так как у меня еще будет 5 миллиметров толщины уголка вот он зайдет туда куда надо так да так 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 и и Поправил и все. Готово. Следующее. Буду делать каждый раз. Вот прикрутил шаровый отверстие на 16. Вот эти. Оно как раз плотненько входит вот сюда. И теперь остается только обварить. Прикрутил при помощи гайковерта. Прям забил туда, задолбил. Она вжалась, втянулась, стало все на место. Уголок 5 миллиметров, гайка 10 миллиметров. Вот 15 миллиметров вообще замечательно. Никуда не денется. Вот как-то так. Теперь обвариваю. Металл он расширится и шаровый спокойно достанется. Потом следующую, следующую. И так все остальные. Вварил значит гайки, еще горяченькие. Понятно, чуть подработал, где сильно наплавил. В общем, смотрите, в чем никакая идея пришла. Ввиду того, что уголки я развернул, все это дело отодвинулась. Очень удобно. Но как ни крути, все равно здесь у меня шплинты 14. В этих я пластинах просверлил на 14. Но отверстия в раме на 16 стоят. И вот это вот есть болтаночка. Она как бы не критичная. Абсолютно сейчас сиденье подвину. До сиденья уже не достает, даже если будет болтаться. Зазбора хватает. Но на всякий случай, мало ли что, какие операции буду выполнять. Сейчас добавлю еще вот сюда уголки. То есть, вот так выставлю и вварю. Вварю. Если какая-то будет тяжелая работа, хотя ну какая может быть тяжелая, но тем не менее просверлюсь. Можно будет еще дополнительно брать на два болта с этой стороны. Ну соответственно уголок с этой стороны. И вот эта болтанка исчезнет. Навеска будет быстросъемная также. При необходимости просто закрутить два болта и все. Ну допустим целый день мне надо будет пахать пушком огород себе. А с пушком он справится. Вот закрутил два болта и все. Никаких качелей, никаких болтанок. А где-то легенько там грабельки потаскать еще не обязательно ставить. Но зато уже крепление будет стоять. Так что как-то так. В общем сейчас выставляю и ввариваю. Посмотрим что получилось. Ну вот как перед тем как варить уголки. Небольшой лайфхак такой. Как я включаю сварку мужики. Управляемая резетка от поливочного насоса на 40 ампер. Сварка висит там. Никаких проблем. Нажимаем включить и сварочка работает. и выключается. То есть лишний раз уже не надо бить ноги. Вот она леточка это на 40 ампер. Вот как-то так. поэтому начинаем варить. Так зафиксировал. Просверлил и зафиксировал еще дополнительно на два болта. каждую сторону. Все мужики. При этом шплинты абсолютно свободные. Сами падают. Как ни крути, но исчезла болтанка. В общем как такая, так и такая. То есть смотря какие операции выполнять. просто дополнительное крепление. Все. Так что я думаю лишним не будет. Плюс в чем еще тяги будут крепиться здесь. И соответственно самые нагрузки идут на нижние рычаги. Поэтому фиксируем. Горячий еще. Фиксируем уголок. И получается то, что его не будет ни выворачивать. Ничего с ним не произойдет. Но это насчет тяжелой работы. Все очень легко и просто. Как видите рама вообще идеально подходит под все, под весь функционал. Так как говорится. Все. Продолжаем. Вставить теперь наверное скорее всего буду. Я не знаю. Вал. А потом уже крепление. А может быть сначала нижние рычаги. Но сейчас сопределюсь. Значит поставил мне кругляк. Кругляк у меня 22. Длину даже не мерил. В общем они подходят. Сейчас померяю. Хотя бы ориентировочно. Ориентировочно. Потому что он стоит где-то 60 сантиметров. Плюс-минус. Поставил дистанционные втулки. Вот так сюда. Специально с прорезями. Вот. Потом я их прихвачу к навеске. В эти прорези я капаю масло. Чтобы кругляк нормально вращался и не скрипел. Это они не несут никакой роли. Как дистанцию просто. Когда буду ставить вот здесь рычаг верхний. Просто чтобы они стояли на одинаковом расстоянии от навески. Так же как и шаровые. Рычаг будет крепиться снаружи. Расстояние от этой стенки до внутренней стенки рычага 3,5 сантиметра. Такие же сделал и втулки. Вот. Это чисто оденется. И потом только обварится. Соответственно и здесь. Здесь можно сразу в принципе приварить эти вещи. Вот. Как-то так. Сейчас изготавливаю верхние рычаги, нижние рычаги. Сверлить очень много. Поэтому скорее всего продолжим уже завтра. Потому что темнеет. Так, мужики. Изготовил вот такое вот крепление для среднего колорепа. Выставлю, приварю к швеллеру. Вот. Регулировок. У нас аж 6 положений. Сделал нижние рычаги. Вот такие вот 50 сантиметров от края до края. По центрам не знаю сколько вышло, столько вышло. Мне не принципиально. Вот. Вот такие шаровые буду ставить. Со ступиц. С классики. Верхние. Будут они у меня прикручиваться. Вот пока здесь два отверстия. Третье просверлю, когда прикручу. Чтобы оно не сдвинулось. Никуда. Аналогично также здесь. И вот таким образом буду прикручивать. А именно через палец буду пускать через тягу. Так, чтобы шар был как можно ближе к центру вот этой вот тяги. Вот. Как раз он и будет. Даже аж за центр. Мне так захотелось чтоб. И плюс вот этот вот выступ будет прекрасно держать еще. Нагрузки все. Не только болты, но вот этот еще выступ. Вот. Это сделал резаком прожиги. Резак лежит. Поэтому шаровые прикрутятся абсолютно симметрично. Из-за того что отверстия. Вот и пластины сейчас выставлены. И скручены до кучи так как надо. Пластина 6 сантиметров сделан. Шириной. Толщина. Она старенькая. Такая. 9 где-то миллиметров. 8-9. Вот. Как только скрутил здесь. Засверлился. Так чтоб симметрично все было. Левая и правая сторона. Вот. Как-то так. Так. Все. Сейчас. Собираю. Прикручиваю шаровые. И в принципе можно вставить и делать верхние рычаги. Показывать не буду. Я думаю все все знают как сделать симметрично симметрию. Чтоб нигде не потеряться. Тут даже не свалил ни к чему. Вот. Как-то так. Вот. Продолжаю постройку. Делаю так. Из головы все размеры беру. Абсолютно никаких чертежей. Вот. Все. Погнали дальше. И так. Поставил. Поставил шаровые. Прикрутил. Все. Это вварилось. Штукенция. Теперь изготовил рычаги. Верхние будут. Правда конечно с отверстиями переборщил. Но. Тем не менее. Лишними не будут. Пускай. Пластины толстые. Вот. Тут они сварены между собой. Здесь также рожок. Сразу. Одновременно две. Вот. Ну и соответственно также просверлился. Сейчас буду вваривать дистанционные скорее всего втулки. Прямо к ним. Поставлю. Вот таким образом. Втулочки я укоротил до двух сантиметров. Ну когда соберу покажу. Расскажу зачем. Потому что. Так надо было. По другому никак. Вот таким образом. Сейчас прижму. И вварю. С одной стороны втулку. И с другой. Прямо к ним. Потом разрежу. Для чего? Для того чтобы она ровно. Рычаги можно было потом выставить. И вот эти отверстия. Стояли. На одном расстоянии от вала. Вот. Как то так. Это скорее всего для удобства. Чтобы там не вымерять. Не высчитывать. Потому что прожиг. Видно да. Как гуляет. А втулочки отрезаны ровненько. Оно прижмется сейчас. И все это дело. Станет под 90 градусов. Все. Нет ничего проще. Абсолютно. Все. Сейчас я ввариваю. Разрезаю. И посмотрим. Что получилось. На самом деле. Так. Обточил. Приварил. Вот так вот. Разрезал. Все. Замечательно. Одел. Сюда. На одну сторону. Одел. Все это плотненько зашло. Если вот так посмотреть. Вот. Стоит все это. Параллельно. Раме. Сейчас одеваю. Второй. Вот таким. Это чисто дистанционные втулки. Чтобы вот здесь. Вот. Не давать. Никакой. Уже. Определенная дистанция. Просто. И все. Плюс 90 градусов. Само собой. Получается. Вот. Сейчас ее. Одеваю сюда. Конечно. Одной рукой. Будет неудобно. И ввариваю. Вот. Ввариваю вот таким образом. Вот. Она. Перевернутая. И оба они. Посмотрю. Чтобы была параллельно. Оба. Просто упираться будут в стол. Потому что они абсолютно одинаковые. Так как сверлилось. Точилось. Обтачивалось. Приваривалось. Все это. Когда они были сварены. Между собой. Теперь. Вообще не нужно заморачиваться. Насчет этого. Просто теперь обвариваю. С одной стороны. И все. И все. Этого достаточно. Будет держаться. Мама не горюй. Поэтому сейчас. Выставляю вал ровно. Туда сюда. Ставлю параллельно. Здесь. Вот так упирается. Так. Здесь верстак. Так. И все будет отлично. В общем. Привариваю. Приварил. Рычаги. Они абсолютно параллельны. Раме. Друг другу. Имеют 90 градусов. В общем. Шикардос. Вообще. Горячие. Еще. Правда. Поэтому. Пока не будут остывать. Сейчас. Укорочу. Точнее. Укорочу. А. Сделаю. Талрепы. Приварю. Вот. Такие. Вот. Не знаю. Как это. Скобы. Как они правильно называются. В общем. Чтобы. Крепить. Талрепы. Поотрезаю. Крюки. Сейчас. Впрочем. Покажу. Обрезал. Талрепы. В общем. Крюки. Вот эти. Я. Не выкидываю. Я. Буду. Варивать. Вот. Таким. Вот. Образом. Получаются. Довольно. Неплохие. Крюки. Сейчас. Покажу. Вот. У меня. Висит. Цепь. Где. Я. Красил. Вот. Они. Крюки. Это. С 20-х. Талрепов. Обалденно. Получается. Что-то. Притянуть. Зацепил. И. Все. Так. Что. Три. Плюс. Три. Крюка. Шестнадцатых. В общем. Сейчас. Это. Все дело. Сварю. И. Посмотрим. Можно будет. Ставить. Нижние. Рычаги. И. Уже. Смотреть. Разводить. В стороны. Рычаги. Либо. Прямыми. Оставить. Как там. Рамка. Будет. Это. Другая. Штука. Ну. И. Соответственно. Вот. Сюда. Вварить. Шлицевую. Часть. Для. Рычага. С одной. С другой. Стороны. Нацепил. Навеску. В общем. Все. Замечательно. Идеально. Рычаги. Поставил. На. Среднее. Важно. В общем. Один. Толреп. Выкрученный. Полностью. На. Крайнее. Положение. Здесь. Подложил. Шайбуху. Что. Была. Небольшая. Дистанция. Другой. Толреп. Выставил. Здесь. В крайнее. Пosterior. Варивать. Ограничители. С обеих сторон. Чтобы. Толреп. Не. Закусывать. Навеску. Вот. Доходила. До такого. Состояния. И. Ни. дальше никуда ограничители буду вваривать вот таким образом сюда уголки выставлять подставлять так чтобы рычаги в них упирались думаю понятно таким вот образом все сейчас варю покажу варил ограничители вот таким образом максимум выдвинул сюда по краю поставил чтобы как можно максимально было все это дело выглядит вот так абсолютно одинаково все теперь вот рычаги выставлены толрепы точнее поставил на самое крайнее положение да без разницы закручены откручены сейчас еще треугольника нет без разницы и теперь они не уходят в отрицательный угол то есть это такая минималочка будем говорить спокойно будет все это дело работать даже можно скорее всего будет какие-то операции выполнять без опорного колеса возможно не знаю то есть есть уже ограничение толрепом задаем нужную вышину вот даже те же самые плоскорез поставить или культиваторы но это будем все пробовать и даже может быть плужок ну посмотрим я загадывать не буду но некоторые моменты уже есть ограничения на рычагах поэтому можно смело постоять попрыгать никуда и не опустятся уже дальше чем есть как то так в общем сейчас гранаты отрезаешь лицевую часть вариваю сюда сразу и наверное буду делать замок вот сюда или сейчас сделаю замок потом варю уже гранаты так чтобы все это дело фиксировалось как то так так сделал значит и рычаг рычаг получился у меня также 70 сантиметров вышиной или длиной как кому нравится 40 на 20 кусок трубы и загнул вот таким образом по краю крыла вот замок понятное дело изготовил все теперь будет закрываться замыкаться также как и было сюда тяга и сюда сброс навески и она под своей под своим весом рычага будет держаться в том положении в котором она должна держаться чтобы закрыть закрывать замок вот это дело уже проверил капитально капитально даже вот в таком положении замок откроется нашел такую точку вот эта труба 40 на 23 миллиметра просверлено болт 14 но возможно поставлю сюда вместо него кусок этого арматуры пропущу обвари там здесь вот этих гаек не было так мужики отрезал кусочек точнее не кусочек до нужную длину 80 сантиметров уголка 50 толщиной 5 миллиметров я думаю этого достаточно не стал я портить еще один целый уголок поэтому сварю вот из двух кусков этот по 73 в общем в общем сейчас сварю я отрежу до 80 сколько мне надо швы зашлифую зазорчик оставим для провара потом зашлифую будет одно целое пущу его на низ ничего страшного абсолютно так и потом придется мне где-то сантиметр еще вырезать так чтобы меня у меня внутри получилось 8 сантиметров выражаюсь все в сантиметрах не в миллиметрах я не токарь не пекарь и не аптекарь чтобы все точно указывать у меня все по простому 8 сантиметров внутри по наружи должно быть 9 сантиметров это будет как мотоблочная серьга на мотоблоке понятно да дело потому что у меня очень много креплений сварено именно под мотоблочное орудие если я где-то ошибусь то мне все крепления придется переделывать что не очень-то и хотелось в общем сейчас размечаю сварю пока будет остывать размечаю где я буду сверлить отверстия у меня все по простому мужики у меня с того раза остался вот такой шаблон вот так вот он выглядит как показать да это уже готовые размеченные отверстия по этому шаблону я сверлил на навеске все вот эти вещи то есть у меня с одной стороны вот где загиб поменьше до от края до центра 1 и 2 сантиметра в один сантиметр два миллиметра а вот где побольше загиб ровно два сантиметра так мне захотелось абсолютно одинаковое расстояние от этого края и вот от этого сюда что есть я там я просто так прикладываю уравняю отмечаю сверли пошел 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 и все отверстия все отверстия у меня будут абсолютно на одинаковом расстоянии как от края так и друг от друга вот такой это у меня обычный способ чтобы не бегать с линейкой с рулеткой все те что поменьше я сверлил рычаги так чтобы ближе к краю блин то есть ставлю там 12 здесь будет 16 по 16 пальцев потому что все все крепления у меня под 16 пальцы вот как то так все сейчас отмечаю прям вот так вот все очень просто размер снял значит с мотоблочные вот этой своей своего крепления поэтому мне до сих пор и находится там я сильно не заморачивался также приложил отметил просверлил все на одной линии вот как то так ладно свариваю размечаю потом соединяю и просверливаю сразу два уголка одновременно так чтобы отверстие находилась друг напротив друга все по на не так вот так сварил уголки все это понятно ровненько выставлено с этой стороны тоже прихватки чтобы все было строго по размеру друг напротив друга все тут уже просверлился все это в одну линию в общем когда разрежу покажу даже линейку взять приложить по краям да по самым нижним будем так говорить смотрим абсолютно все просверлены на одной линии вот соответственно дальше вот повторюсь ошибиться я не могу иначе придется переделывать все навесное вот как то так все погнал рассверливать до 16 отверстия сейчас пройдусь десяточкой потом возможно 14 и потом только 16 и так просверлил отверстия на 16 16 сверлом вот так в ряду их 17 ну так как здесь 22 волка получилось их 34 штуки все это ровненько замечательно на одном расстоянии в одну линию впрочем как должно быть иначе повторюсь если я ошибусь мне придется переделать все крепления под мои орудия поэтому максимально максимально точно все это дело пришлось сделать все сейчас сварку распиливаю расцепляю отрезаю здесь сантиметр с одной стороны и свариваю их до кучи говорится как надо вот как то так значит зажал вот так сюда выставил ровненько как оно должно быть выпилил у нас сантиметр труба вот это на которую я все это дело закрепил это восьмидесятка то есть 8 сантиметров шириной 8 на 8 вот внутрянка мне как раз таки такая и нужно все тут соединил чтобы они стояли в одной плоскости здесь и здесь по краям это дело все прижалось притянул струбцинами и посередине еще тесами зажал у час это дело прихватываю точечно а может и провариваю посмотрим как она будет да скорее всего сейчас провариваю потом снимаю и внутри еще раз провариваю и все так мужики сварил я значить планку все отлично все замечательно вот она мотоблочное крепление грязненько проверяем пальцы повторюсь 16 есть любом в любом положении абсолютно в любом положении значит все подходит прям вот все строго если подошло вот это запчастю ли на то все остальные подъезжи под культиваторы там я не знаю под диски для окучивания все это подойдет на эту планку вот прицепное фаркоп там висит такой быстрый съем если нужно прицепное все это подойдет ставится но снаружи это ставится внутрь в общем не ошибся все замечательно так сейчас будем вваривать сюда треугольник не буду я делать его быстросъемом в принципе мне цеплять нечего у меня уже все все в абсолютно все сделаны под крепления поэтому навеска будет у меня именно такая так изготовил значит вот такие вот для треугольника взял пластины длина их 40 сантиметров от края до края здесь добавил доварим кусочек металла по моему два с половиной сантиметра вот проварил это все дело потом по центру где сварка было понятно дело зачистил где сварка была просверлился и варил гайку с конусом которую делал то есть еще этот шов держит гайка с конусом никуда не денется отодвинул так как они 5 сантиметров шириной отодвинул вынес это крепление для шарового чтобы шаровая то есть нижние тяги не цеплялись за планку все сейчас делаем вариваем сюда метод размечена вот и вот ширина между пластинами будет такая же как и сама рамка 30 сантиметров рычаги будут стоять параллельно друг другу не стал их разводить стороны это ни к чему я больше пяти лет пользовался подобной конструкцией отлично работает меня устраивало на блин тысячу процентов особенно на переломке когда загоняешь плуги в землю у нее нет подруливания то есть этот якорь высан прицелился на переломки опустил плуги пошел как не крути там не подруги рулем пахота все равно получается ровно из-за того что нет подруливания если только было подруливание все борозда была вот такая также шина резать удобно ей она может гулять чуть-чуть лево-право но она не будет поворачиваться для переломки вообще шикарный вариант я не знаю сколько ее эксплуатирую блин капец в общем сейчас ввариваю и делаю треугольник ставлю уже на навеску дальше будем смотреть итак мужики закончил закончил я собирать свою навесочку ну как закончил практически уже можно какие-то операции выполнять некоторые деталюхи там еще доварить это уже не столь важно главное есть рычаг сброса навески вот из 12 арматуры вот так согнул приварил старый шаровый все все работает замечательно сбрасывает также ставит все это дело на место все это дело делается под своим весом добавлю еще пружину так что когда назад сдаешь с прицепом чтобы она не случайно не отстегнулась ладно с этим разберемся в общем в данном в данный момент в данный момент регулировка тремя толрепами вот и нижними рычагами имеет 648 разных положений то есть 648 раз можно ее настроить по разному абсолютно это в данный момент еще будет добавляться на центральное крепление выносное выносное отверстие и тогда появится возможность 308 3888 положений выставить навески кто-то скажет нифига себе да не мужики это так чисто теоретически никто их каждое положение проверять не будет тем более я более комфортно и удобно и выставил и канал в общем сейчас ее испытаем на вот этом звери стареньком моем mb2 по паспорту 95 килограмм плюс крепление для навески 100 килограмм вот как то так и так мужики нацепил мотоблок на навеску все это рычаги стоят в верхних верхнем положении в общем отлично одной рукой спокойно выжимает как за здрасте то есть поднимает отлично то есть это чисто навес сейчас замерим сколько она приложить усилия not электронным мерил неудобно циферблат внизу в общем буду делать механическим более крупные цифры примерно примерно у нас на ноль поставим вот сейчас я рычаг потяну посмотрим сколько нам приложить усилия на крае рычага рычаг повторюсь 70 всего лишь навсего сантиметров и вот начинаем отрывать мотоблок да вот он пошел смотрим вот начинаю тащить тащу 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 да почти 19 19 будем говорить еще разочек тащу да где-то 19 килограмм нужно приложить усилия на рычаг вот как то так но если эти рычаги опустить на нижнее крепление будет еще намного легче сейчас переставлю проверим и итак те же самые настройки у меня толрепы выкручены повторюсь еще раз здесь добавил 5 сантиметров здесь добавил 10 сантиметров для более таких тонких регулировок вот переставлю на низ также нацепил мотоблок это так это чисто проверить проверить все то же самое на за край рычага и начинаем тащить смотрим было 19 стала 11 еще разок смотрим не вижу даже меньше 10 200 мотоблок отрывался от земли висит висит всего на все но на отпускание понятно что меньше шесть с половиной где-то на подъем около десятки то есть представляете да насколько стала легкая навеска то есть 100 килограмм на хвосте мужики вот так берем вот одним пальцем и выжимаем соточку я думаю у каждого так навеска работает на возьмем так вот указательный палец со . мизинец будем пробовать так ну да я думаю так навеска работает у каждого но это один из моментов дальше она зачем такая легкая на соточку нужно как-то усиливать это все дело и чувствовать все таки вес все это при правильных настройках навески а их я повторюсь 648 в данном сей в данной ситуации то нужную настройку для работы с фрезой поцепить мотоблок как бы абсолютно легко и просто поэтому я не знаю как то так ладно